ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всех приветствую! Меня зовут Чак, и в эфире ваш любимый Ньюсбокс. Новая порция музыкальных новостей специально для вас на Russian Music Box. Будет очень интересно. Поехали! Куда отправилась Юлиана Караулова для съемок клипа на песню «Внеорбитные»? Как Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» готовились к презентации новой пластинки? Самое интересное, об этом и не только, узнайте через несколько секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Своих поклонников она нежно называет «караулята». Если вы уже догадались, о ком идет речь, то творчество Юлианы Карауловой вам явно хорошо известно. Недавно девушка завершила съемки своего нового клипа на песню «Внеорбитные». На орбиты каких планет отправилась для этого певица, расскажем прямо сейчас. Казалось бы, что для съемок клипа на песню «Внеорбитные» Юлиана Караулова должна была бы полететь на другую планету. Но обзаводиться скафандром и уж тем более ракетой девушке не пришлось. Ведь отправилась она попросту в свой любимый Питер. Здесь классно, хорошо, и я очень люблю Питер, честно говоря, наверное, если рассматривать российские города, то это мой любимый город. И, наверное, даже больше, чем Москву свою родную. Я люблю Питер, может быть, потому что не так часто здесь бываю, как хотелось бы. Однако при этом концепция клипа оказалась весьма интригующей. Оказывается, вселенная здесь – это не космос со звездами, а внутренний мир человека. На самом деле, описать словами – это тяжело, это надо увидеть. Будет графика, будет концепция того, что внутри каждого человека есть некая вселенная, микрокосмос. Будут герои, которые будут танцевать. Соответственно, это ребята из проекта «Танцы на ТНТ», которые танцевали под эту песню на самом проекте в финале, и это победитель. Именно благодаря вашему номеру песня «Внеорбитные» разлетелась на всю страну. Это так? Ну, так говорят. Вроде да. Это очень популярный проект, поэтому там всегда музыка разлетается. Кстати, в конце этого танцевального проекта Максим сделал Кате предложение на глазах у всей страны. Поэтому их романтическая история плавно перетекла в клип к Юлиане. А что из этого вышло, вы узнаете уже совсем скоро. Репетируем, не выходя из дома. Буквально на прошлой неделе Диана Арбенина презентовала свою новую пластинку «Выживут только влюбленные». Про саму презентацию мы расскажем чуть позже, а вот как проходила подготовка к важному событию и почему Диана решила сняться обнаженной для обложки пластинки, смотрите в нашем следующем сюжете. С самого порога Диана Арбенина предупреждает «Осторожно, будет громко». И действительно, звук ударов по барабанной установке ошеломляет. Это музыканты так репетируют перед презентацией нового альбома «Выживут только влюбленные». Это будет такой очень интересный, удивительный концерт, потому что мы его не заявляем и, в общем, кто сможет найти, тот найдет. Придут только влюбленные, потому что выживут только влюбленные. Одним движением руки и гостиная загородного дома Дианы превращается в репетиционную базу. Впрочем, последнее время музыканты ее и не разбирают. Ну да, это вот мой дом, который я купила, потому что мне подарили собаку, ну, Синбернара, и мне нужно было его где-то растить, Синбернара не стало. Вот появилось то, что появилось. Но мне кажется, это очень логично, потому что в доме должна жить музыка. Просто здесь удобно, и мы репетируем в ушах, ну, то есть вот в таких вот наушниках, которые нам позволяют хорошо себя слышать и никому, в общем, не мешать. Новая пластинка «Выживут только влюбленные» уникальна тем, что ее принято не только слушать, но и смотреть на нее. Ведь к эстетике оформления Диана подошла откровенно и снялась для нее в обнаженном виде. А почему нет? Выживут ведь только влюбленные, и все, понимаете, все один к одному. Все один к одному. Я ничего не придумываю просто так и ничего не выдумываю натужно. Что мне пришло в голову, что мне показалось естественным, то мы и сделали. Если задуматься, то название новой пластинки ночных снайперов побуждает к действиям. Ведь выживут только влюбленные. И если вам пока никто или ничто не полюбилось, то нужно срочно это сделать, иначе беды не миновать. Новое видео певицы Славы. Чем закончились съемки в одном из самых крутых клубов столицы? «Звездные танцы» в Москве прошла презентация нового музыкального проекта. Об этом расскажем вам завтра в 19.00. Не пропустите. А на этом все, ребята. Мне остается только напомнить вам чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Чак. Всем мир. Пусть новая неделя принесет вам удачу и любовь. Редактор субтитров А.Семкин